всем привет как вы помните в прошлом выпуске мы попали в небольшое происшествие и вот его результаты хоть наташа и пыталась заставить мне рассказать о случившемся на камеру я был слишком подавлен так что мы просто отправились завтракать а я как красиво если бы нам нашу оно еще и вкусное было поэтому так долго ребята очень перед отъездом прошлись по сувенирным магазинам и двинули в путь мы сказали до свидания или и сейчас двигаемся в сторону океана едем по серпантину видно что дорогу размыло и были обвалы после дождей очень опасно эту дорогу даже перекрывали это в ноябре происходило 1012 года совсем недавно и мы едем по серпантину еды кирилл хоть караишкам глаза посмотри какой тут потрясающий вид потому что горы невероятные они сейчас настолько разные просто допустим мы здесь в самом невероятной желудочной дороге и концом всей этой красоты стал водопад Таравана Один из кусочков водопада в Шереванке. Людей, конечно же, здесь толпы. Хорошая такая смотровая площадка на него имеется. Я вам скажу, что это полное великолепие. Мне кажется, на это можно смотреть бесконечно. Но столько времени в запасе у нас не было, ведь впереди нас ждала долгая дорога к океану. Это неожиданность. Это реально неожиданность. Чего-чего автобусы такого от Рейзи Баса я тут не ожидал увидеть. По дороге на юг мы решили заехать в Удуровагалу. Это храм 10 века, где в скале высечены огромные статуи. Должно быть что-то похожее на полонару, где мы были ранее. Билеты стоят 364 рупии. Очень странная цена, на самом деле. Дают вот такие вот информационные бюллетени на английском. Тут не только об этом храме, но и о различных достопримечательностях региона рассказывается. Дорога сюда ведется не самая лучшая, но и не самая худшая. Около 4 километров вам понадобится проехать от основной трассы, чтобы попасть в этот храм. По дороге вы увидите замечательное, очень красивое озеро. Опять затопленные деревья, пеликаны летают над ним. Очень красивый вид, правда. Дорога сюда. Дорога сюда. Рядом мы обнаружили классную кафешку, в которой вкусно отобедали и попробовали один из лучших фрешей на острове. Так что уверенно можем рекомендовать это место. Ссылка, как всегда, в описании. На календаре 16 декабря на часах пол пятого вечера мы направляемся в Тангале. Это наша первая точка на побережье Шри-Ланки. Мы ничего не бронировали там, только нашли на букинге виллу и решили, давайте-ка попробуем просто приехать туда и договориться о более низкой цене. В Элле у нас, в принципе, это проканало подойти к отелю и договориться о том, чтобы заселиться туда этим же вечером. Вот, можно было даже поторговаться. Изначально, изначальную цену мы сбили на тысячу рупий. Где-то 25 долларов у нас получилось за ночь, за два номера. Вот, и сейчас направляемся в Тангале. Это, как говорят, еще не особо развитый туристами обласканный курорт. Но вроде там неплохие пляжи, это не так уж далеко до Ириса, откуда стартуют сафари водные. Вот, и, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, ночевать в машине не придется. По дороге мы закупились национальным молочным продуктом – кердом. Обязательно попробуйте его, если будете на Шри-Ланке. Я не знаю, но мне нравится. Пробуйте. Ого. Налили мне, настоятельно рекомендовали соуса еще добавить, сладкого. Да. Вот, и я все взяла. Я им уже сказала, что я живу в Украине, а это сироп. Невероятно круто ехать вот так вот вечером, наблюдать закат над полями этими рисовыми. Я не знаю, утомят ли меня когда-нибудь такие пейзажи. Наверное, что нет, это просто невозможно. У самой виллы только обозначение ее, но, к сожалению, не написан номер телефона владельца. Поэтому я начал сейчас и к соседям. Соседи открыли, но они не в курсе телефонного номера. Пока сын владельца не показал, что есть щит у дороги, на котором как раз написано, что такая-то вилла сдается в аренду, номера владельца. И даже написано, что прямой букинг минус 10% скидка. Посмотрим, какую цену он назовет. В букинге.ком эта вилла за 5 ночей 141 доллар плюс налоги, 14 долларов налогов. Сейчас мы посчитаем, сколько это отнимет 20% букинга комиссия, которую он берет, как всем известно. И посмотрим, что предложит тот чувак. И будем торговаться. Вот так вот. Что можно вам сказать? Наш эксперимент практически полностью провалился. Когда мы приехали на место, менеджер отеля не захотел нам давать ту скидку, на которую мы рассчитывали. И он даже словом смс предлагает сумму, которая больше, чем на букинге самом. В общем, мы оттуда уехали, петляли много раз вокруг, искали какие-то места на букинге, просто на карте. Это уже начало уходить из-под контроля. В итоге мы таки попали в очень приятное место, где тоже сторговались. Здесь изначально владелец хотел 55 долларов за ночь, но мы сторговались за 35. Пять ночей мы здесь устанемся. Место шикарное, но такой микс древности и комфорта, и природы. Тут две спальни, две ванные комнаты, кухня, дворик. В общем, мы все это вам обязательно покажем, но только завтра. Мы очень устали. Рано утром мы отправились закупиться на рыбный рынок. Ведь как это? Впервые приехать к океану и не познакомиться с местными морепродуктами? 100 рупий просят за вход на рыбный рынок из-за того, что ты иностранец. Это настолько дико. За местных просят в 10 раз меньше 10 рупий. Если вы езжаете на машине или мотоцикле, то заплатите еще 20 или 30 рупий, в зависимости от типа передвижного средства. Это все равно, чтобы на привоз, чтобы попасть с вас требовали деньги. Это настолько не укладывается в голове, что прям странно. Вы же хотите продавать тут рыбу. Какого черта? И билеты надо выпрашивать. То есть тебе берут деньги, но не дают билеты. Или дают, но очень медленно. И дают, но очень медленно. рынок привоз и рядом не стоял извините такой рыбный маркет я вижу впервые мы были в таиланде мы были в камбоджа но там просто на прилавках уже вываливали готовый продукт а здесь ты видишь что прям с океана пришли огромные лодки со своим запасом рыбы здесь можно пытаться торговаться они не все хорошо на это реагирует но так получилось что креветки изначально стоили 1300 мы взяли два килограмма и они нам сбросили 200 рупий хотя я изначально просила 100 что мне стало очень приятно тут очень много людей которые приехали закупиться для своих ресторанов и это понятно здесь свежак и это можно увидеть сразу перед вами разделывают рыбу пакетов на рынке очень мало поэтому вся рыба которую нам завернули была поставлена на коврик мы естественно нам все протекло свежак тучи крови судьба к стейджа в том что после сочных красивых кадров вам придется часто убирать за собой потом зато чистые коврики наконец-то можете все остальные помыть так и ты на скамейку бросилась ну а теперь пришло время узнать что такое индийский океан а Изрядно наплескавшись в океане, мы поехали прикупить продуктов и, конечно же, взяли местных кокосов. Итак, класс! Сегодня мы препарируем кокос! О! Не повторяйте наших ошибок, не покупайте такие целые кокосы, пусть вам рубают профессионально их на рынке и выпиваете их сразу. Это то еще мучение. Победа! Один кокос открыт, осталось еще четыре. Тробочка несите! Следующим утром наш экипаж отправился на кулинарные курсы, чтобы получше познакомиться с ланкийской кухней. Приготовление шри-ланкийской еды, конечно же, начинается с риса и карри. И, как нам сказали, так как эта культура здесь выращивается, то нужно два и три раза промыть рис, потому что в нем есть частички грязи, какие-то необработанные вещи, чтобы вода была полностью прозрачной. Набираем воды и начинаем делать массаж рису. Кстати, это такая еще медитативная штука, если вы сильно перенервничали после шри-ланкийских дорог, купите рис и помните его. Ну а теперь можно переходить к дальнейшей готовке. И вот эта линия, и вот эта линия. Окей, вот так. Понимаете? Да. Окей? Да. Теперь, у нас риса готова. И на низкий температуре, 10-15 минут, приготовьте. На каждой курсе мы добавляем соли. Это карри и листья, которые добавляются в любое карри, которое вы собираетесь готовить. У него потрясающий запах и еще это используют в медицинских целях. В общем, штука универсальная. И немного чили-поудер. Окей. Если что, ты будешь видна. Ты будешь видна. Если ты хочешь больше. Нет, нет, нет. Это карри-поудер, половина. Больше можно? Да, можно больше. Да. Вот это надо будет обязательно купить. Ой, это я люблю. Куркума. Лайк. Куркума. Лайк. Можно чуть-чуть? Еще можно чуть-чуть? А, это нормально. Да? И немного курица. О, корица. Люблю корицу. Корица. Люблю корицу. Рецепт. Теперь я покажу как курица. Продолжение. Продолжение вɚп-я. Получается в микрофиле. Это только коконат. И этот коконат, изнутри, имеет зеленый цвет. Внутри, вот так. Это только коконат. Сейчас я покажу вам, как скрепить коконат. И потом, вы хотите попробовать. Это лучше для коровы. Мать добытщица молока. Это ваше впечатление. Это супер. Оказывается, начистить кокосовую стружку с кокоса, это не такое уж простое дело. Когда вы садитесь на такой агрегат, как будто купила мама конок, а конок бозноглы, так сразу и не разберешься, как лучше держать этот кокос, чтобы правильно снимать стружку. Но по чуть-чуть, да получается. У нас есть целый день, чтобы это приготовить. Кокосовое молоко Теперь готово для кокосового молока. Есть три кокосовых молока, когда вы начинаете его приготовить. Первое используется для кремового такого и оттенка, и насыщения еды. Второе, третье, на нем готовится как раз та еда по карри, которую вы собираетесь употребить. Два-три минуты надо мять его, да? Да. Два-три минуты надо мять его, да? Да. aisем по каранам. Два-три минуты надо мять его сочетать. Два-три минуты. Два-три минуты. Угокаチャрастная свечка, как элемент и контурный кремный. Теперь мы используем. Мик. Зачем. Добавляем немного мастер-сидей в ойл. Мы добавляем мастер-сидей. Добавляем мастер-сидей. И в последнее время добавляем томаты. Я когда резала вот эти дамские пальчики, у меня были липкие руки. Но я не поняла от чего. А сейчас, когда я жарю, я вижу, что за этими дамскими пальчиками тянутся тонкие нити. Видно вот этого сока. Он похож на растаявший, расплавившийся сыр. Вот он. Несмотря на то, что кухонька очень маленькая, всем нашлось дело. Кирилл снимает. Моя мама делала кокосовое молоко. Кирилла мама делала дамские пальчики. И вот наконец-то дошло время до тыквы. Сегодня мы будем пробовать то ли три, то ли пять разных видов карри. И мы все это сможем приготовить дома, потому что более-менее продукты у нас есть. Но кроме кокосового молока мы спросили, можно ли делать коровьего молока, добавляя их в карри. Но нам сказали, что он будет слишком сладкий. Но мы же любим экспериментировать, правда? В тыквенное карри мы добавляем два зернышка кардамона, которые нужно разрезать, и гвоздику, которая тоже нарезается. Очень удивительно, но запах потрясающий. Теперь и мне предстоит сделать кокосовое молоко собственноручно. Ну, практически уже для меня стружку натерли. Теперь только мять осталось. Посмотрим, что это за дивные ощущения, о которых все говорят. Честно говоря, мне кажется, что фиктивнее было бы все это марлечки делать. Ну, выжимать. Как у нас творожочек. Ну, что поделаешь? Мы на рынке купили огромного тунца, и теперь мы понимаем, как нужно правильно его сделать и сварить, чтобы он был мягким. Потому что на сковородке у нас он немного жестковатым получился, а здесь он томится в кокосовом молоке. И я уж молчу про запах. Какой он мягкий, какой он должен быть вкусный. Особенно с тем, из-за пыли специи, которые мы добавили. Кокосовая стружка, чеснок мелко порезанный, лук мелко порезанный, ложечка соли, перца и перца чили. И сейчас выдавливаю сок половины лайма. Я попробовала, Наташа, очень вкусно. Заканчиваем мы наш вечер готовки приготовлением пападам. Это такие небольшие лепешки, которые готовятся как чипсы, бросаете во фритюрницу, чтобы масло обволакивало со всех сторон. И она за пару минут приготовляется в хрустящие вкусняшки. Вечер, день вернее, приготовление было очень насыщенное, мы столько всего наготовили. Очень рекомендую вам, не обязательно здесь в Тангале, но на Шри-Ланке, если вы будете, обязательно сходите на уроки приготовления местной кухни. В этом ресторане готовят очень круто, потому что мы сами и готовили. Вот, как же себя не похвалить. Вот эти штучки получились очень здорово, намного менее жирные, чем в реальных заведениях, в которых мы их пробовали. Чечевица, это вообще must eat на Шри-Ланке. Очень вкусно тут ее готовят, в этом карри, со всеми этими специями. Окра, вы наверняка не знаете, что это такое вообще, но тоже получается очень неплохо. Такая тыква в необычном для нас формате, она такая стушеная, сладковатая немного, но очень вкусная, прям как пюрешечка такая разваристая, здорово. Кокосовую стружку со специями я лично не заценил, но может кому-то и понравится. Ну и конечно же нам рис, рыбу и курицу. Рыба с курицей получилась очень круто, это как раз те способы готовить эти вещи на острове, чтобы они получались мягкими, вкусными и сочными. Ну а вечером мы стали свидетелями того, как гигантские морские черепахи откладывают яйца на здешних пляжах. Магический опыт. Магический опыт. Все стоят просто в безмолвной тишине, будто, я не знаю, это не рождение черепашат, не откладывание яиц, а похороны этой черепахи, она себе могилу роет, я не понимаю, честно говоря, почему, ну, конечно, блин, не надо кричать там подбадривание, типа, тушься, тушься, но и так вот в безмолвной тишине стоять, это как-то очень странно и грустно даже, я не знаю. Кроме нас никто не говорит, и когда мы говорим, все на нас так косятся, будто, я не знаю, мы в театре, блин, во время спектакля с мобильным телефоном играемся со звуком. Зато небо тут очень крутое, просто с каждой секундой сотни звезд добавляются, и это очень круто. Я не ожидала, что такой огромный будет черепаха, правда, а вот эти вот ее массивные ласты, а вот эти вот движения по мере поступления к океану, немножко так отдохнула, потом снова закопала свое интимное дельце, потом продвинулась, отдохнула, закопала. Все настолько четко и последовательно. Вообще по ней было видно очень сильно, как она устала. Да. Прямо вот эти все вздохи набирала воздуха в грудь и продолжала это дело, потому что, ну, по-другому никак. Вот, и, ну, видно было, как ей тяжело, как она выдохла из сустава. Это было что-то очень необычное. И как она исчезла, как Копперфильд! Субтитры сделал DimaTorzok